Товарооборот между Белоруссией и Китаем увеличился на 30% и достиг около 8 млрд долларов. Заключено более 20 кредитных соглашений с китайскими финансовыми институтами на общую сумму около 5 млрд долларов. Так, по объему прямых инвестиций, которые поступили в наше государство в прошлом году, Поднебесная вошла в первую тройку стран-инвесторов. В сельхозорганизациях Беларуси за первый квартал этого года молока произвели на 8,5% больше, чем в прошлом. Средний удой от коровы по республике достиг 1518 кг. В сравнении с 2023 – плюс 119. Существенно выросли и цифры по производству яиц – свыше 835 млн штук. Значимый плюс обеспечен во всех регионах, кроме Гомельской области. Белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда в сообщении «Витебск-Москва-Витебск» и «Минск-Витебск-Минск» с 8 по 16 июля. Составы запустят на время проведения 33-го международного фестиваля искусств «Славянский базар». В БЖД пояснили, расписание поездов составлено так, чтобы пассажиры могли приехать в Витебск к вечерней концертной программе, после отправиться в столицу на ночном рейсе. В Бобруйске стартовал третий гастрономический фестиваль «Смакфест». По 12 июня жители города смогут насладиться сетами, разработанными заведениями общественного питания к столетию образования органов торговли. Стоимость фиксированная – 39 рублей 90 копеек. С подробным перечнем участников можно ознакомиться на сайте «Вобруйск.бай». В городе прошел республиканский конкурс на звание лучшей швеи. 17 участниц со всех уголков Беларуси продемонстрировали свое мастерство. Главным заданием было сшить из костюмной ткани прорезной карман. На выполнение давалось ровно полчаса. Бобруйчанка Татьяна Пасашниченко вошла в топ лидеров, заняв почетное третье место.